Доклад «Подкожные имплантируемые порты в комбинированном лечении больных раком желудка и толстой кишки». Немножко название доклада изменено. Это будет полностью имплантируемая порт-система в перитениальном катетерах в комбинированном лечении онкологических больных. В принципе... Перитениальные. То есть речь пойдет о другой совершенно категории имплантируемых систем в онкологии. Перитениальные порт-системы, в принципе, ничем не отличаются от венозных либо артериальных. Отличие только в размере диаметра катетера и количестве отверстий на кончике этого катетера. Структура та же. Какие есть типы катетеров? Это диализный катетер Тинков, первый, наверное, самый распространенный. Потом пошли уже имплантируемые подкожные порт-системы различных фирм. Также катетеры GP, иглы вериша. Катетер Тинков, соответственно, имеет вид либо прямого, либо изогнутого. Основной целью в выборе места установки порт-системы – это минимизация дискомфорта для пациента и обеспечить простоту доступа. В принципе, та же самая цель и у артериальных и венозных портов. Место установки порт-системы – это либо подребельная область по средней ключичной линии, либо область верхней медиальной подвздошности. Обычно это происходит имплантация на влагающей прямой мышце живота. Если посмотреть данные литературы, обычно описывают на реберных дугах. Мы ни разу этого не делали и не считаем нужным целесообразным это делать. На данном слайде представлена техника установки перитонального порта из двух доступов. То есть один разрез делается для установки самого порта. И второй разрез – это то место, где катетер проникает через переднюю брюшную стенку в свободную брюшную полость. Мы немножко усовершенствовали этот метод. Это мы делаем установку порт-системы вот из такого одного разреза. В верхней части мы, как и обычно для порта, формируем ложе. И дальше отсепоровываем вниз так называемая методика плавающего разреза. Отсепоровываем вниз подкожную жировую клетчатку от апоневроза. Делаем линейный разрез апоневроза, раздвигаем мышцы и дальше берем брюшину на зажимы, поднимаем вверх. И дальше небольшой разрез. Если надо эвакуировать асцит, эвакуируем асцит. Либо просто устанавливаем катетер в брюшную полость. Окончательный вид раны. Также сейчас в онкологии активно используются лапароскопические методики. Мы тоже при одной из операций, во время операции приняли решение установить порт-систему. Ну, здесь в данном случае установка идет из двух доступов. Ну, а второй разрез – это разрез для тракара, так что в косметологических целях мы ничего не потеряли. Это вид со стороны брюшной полости. Внутрибрюшное введение химиопрепаратов где-то с конца 70-х годов носит свое начало. В нашем понимании системная химиотерапия и региональная химиотерапия только так должно производиться лечение, а не изолированное только внутрибрюшное введение препаратов. На данном слайде представлена помпа для 24-часового введения химиопрепаратов в брюшную полость. Но она позволяет просто поддерживать в определенной концентрации суточный химиопрепарат-дозировку. Внутрибрюшное введение препаратов локального воздействия на макро- и микроскопические метастазы позволяет бороться с генерализацией процесса в брюшной полости. Мы имеем опыт с 2010 года примерно. Это 82 пациента с колоректальным раком, раком желудка. Ну и самый большой у нас опыт – это при раке ячника. Каковы свойства идеального химиопрепарата для внутрибрюшной химиотерапии? Это эффективно в отношении опухоли, проникая глубоко в опухоль, длительное время остается в брюшной полости и низкая степень неблагоприятного системного эффекта, но достаточная концентрация. Основные химиопрепараты использованы для внутрибрюшного введения – цисплатин, карбоплатин, поклитоксел. Ну и здесь представлена также растворимость этих препаратов. Химиопрепарат мы вводим в разведение на физрастворе в зависимости от выраженности асцита. Иногда даже вообще не разводим, а вводим. Так вводится сам химиопрепарат через подкожный порт. Трехлетняя отдаленная выживаемость – наилучшие результаты мы получили при ракеичнике, что и отрежает данные мировой литературы. Каковы осложнения? Общепринятыми осложнениями являются окклюзия, нарушение герметичности, инфекция, диарея, перфорация кишки, образование фистулы. В нашем опыте летальных исходов, связанных с установкой подкожной порт-системы, инфекционных и ятерогенных осложнений не было. У одной пациентки было диагностировано нарушение герметичности порт-системы, которое было легко исправлено в условиях перевязочной подместной анестезии. Мы вновь соединили катетер-спортер. На данном слайде представлена концентрация химиопрепарата внутребрюшной жидкости и в плазме крови. На примере цисплотина на данном слайде представлено сравнение токсического эффекта при внутривенном и внутребрюшном введении. Логично, что основные негативные симптомы были при системном введении, и только максимальное количество негативных явлений – это боль в животе при внутребрюшном введении. Выводы. Внутребрюшное введение препарата проводится не только при палеотивных операциях с составлением метастазов на брюшине, при циторедуктивных операциях, но и при цитологическом выявлении опухолевых клеток в астетической жидкости или смывах из брюшной полости, а также при протяженном прорастарении серозного покрова органа и прорастании опухоли в соседней структуре. Введение химиопрепарата позволяет снизить системную концентрацию препарата, тем самым обеспеченный и меньше токсический эффект. Введение в брюшную полость вводимые препараты через порт в комбинации с системным введением увеличивает отдаленную выживаемость. Можно проводить в амбулаторных условиях. Ну и также не стоит забывать, что подкожная порт система с катетером брюшной полости позволяет выкуривать метастатический астит при резистентных аститах без каких-либо лапароцентезов. Подкожный порт с катетером брюшной полости является оптимальным для осуществления долгосрочного внутрибрюшного доступа. Комбинация внутрибрюшной химиотерапии с системным введением продемонстрировала преимущество выживаемости пациентов с распространенным раком яичника по сравнению с только внутривенным введением. Тем не менее, ответы на некоторые вопросы еще предстоит решить. Прежде чем внутрибрюшная химиотерапия станет золотым стандартом в лечении онкологических больных, особенно что касается колоректального рака и рака желтка. Спасибо за внимание. Продолжение следует...